Христос воскресе! Доброго дня всем дорогие друзья! В эфире вторая часть программы «Есть что сказать». Мы беседуем с Рафаилом Мусан-Леви, жителем Иерусалима, экскурсоводом паломнической службы Радонеж, православным христианином. Рафаил, еще раз здравствуйте! Мы продолжаем наш разговор. Говорили о том, как вы сделали уже в осознанном возрасте выбор в пользу православной веры, будучи все-таки мальчиком из иудейской семьи. Сколько лет назад это было и как ваши близкие восприняли ваш шаг? Ну, смотрите, я могу сказать, что этот процесс начался 10 лет назад. Крестился я, получается, 8,5 лет назад, но стал посещать службы. В этом смысле, можно сказать, это была моя катехизация, если можно так называться. Я стал изучать нашу веру православную, библейскую историю я знал, конечно, с детства, а так потихонечку стал осваивать службы, богослужения, стал молиться по молитвослову, стал понять, как это все происходит на своего опыта. Это не совсем катехизация в католическом смысле, когда человек умственно должен понять догмы, должен понять церковные иерархии, как это действует. Это было более как древная инициация или просвещение в православии. Священник из Спаса-Вознесенского монастыря дал мне книгу «Закон Божий». Он сказал, какие страницы мне не надо читать, потому что я это и так знаю. А какие мне надо читать, это было, конечно, до того, когда я принял крещение, и эта книга была очень полезной. Но, с другой стороны, это было как живое оглашение, это было не что-то такое интеллектуальное. Понимаете, это на опыты человек уже понимает, что это необходимо. И тогда, когда я уже принял крещение, я, конечно, знал наизусть и молитвы, и, конечно, Трисвятой, и Царь Небесный, Отче Наший, и символ веры и так далее. Я понимаю, что это не было каким-то прохождением определенных установленных учебных этапов, и не было какого-то экзамена по окончании обучения. То есть все складывалось, как складывалось. Вы уже упомянули священника, который общался с вами, помогал. Вообще, как вас приняли в православной церкви? Как вообще заметили, что есть юноша, он интересуется, но он другой веры? Ну, смотрите, я изначально побывал на богослужении у гроба Господня. Обратился к одному епископу, который служил, он дал мне свой номер телефона, и я потом ему позвонил. И я, конечно, хотел официально креститься, чтобы все было по благословению епископа и так далее. Но он пытался потом от меня как-то смыться. Потому что тогда в Иерусалимской церкви были свои скандалы и трудности, и епископ просто не мог начать. Все это у него, как я потом понимаю, были тоже очень большие искушения. Он дал мне телефон одному мирянину, который должен был организовать мое крещение, но это тоже просто не осуществилось. Тогда я просто пошел сам пешком, кстати, как настоящий паломник, в Спасовознесенский монастырь. Там пообщался с настоятелем, с игуменом, с начальником. Это отец Андроник Котлеров, который, к моему большому огорчению, хоть он сам замечательный человек, он сейчас не в канонической церкви, он не принял объединение с московской патриархией. То, что очень жалко, но сам по себе был человек замечательный. И он как раз мне подарил эту книгу, сказал, как только закончишь все это читать, приходи, и мы сможем тебя крестить. Он хотел мне крестить на богоявление. Но это не получилось. Я к богоявлению был не готов, я не чувствовал себе достаточно силы пойти и так сильно менять свои жизненные обстоятельства. Так что это мы оставили на более короткий период. И когда я уже крестился, это как раз был уже в пасхалные дни, не после богоявления, а как раз в эти пасхалные дни, меня крестил отец Роман, который тоже вот такой вот, видите, как... И тоже он сейчас не в канонической церкви, это замечательный человек-священник из Назарета, но ни он и ни отец Андроник не стали моими духовниками. Мой духовник, он, слава Богу, в канонической нашей церкви. И для того, чтобы утвердить мое крещение, что это действительно... То есть таинство от Бога, конечно, после того, когда я был крещен, я, конечно, мог причащаться и все. Но для того, чтобы было благословение, и тут это необходимо, иметь благословение иерарха, нам организовали встреча с блаженящим патриархом Феофилом. И он отдал мне уже сертификат официальный, что все должны зарегистрироваться, чтобы потом брак зарегистрировать и детей зарегистрировать, все должно быть и официально, и на бумагах. Так что, таким образом, я являюсь член Иерусалимской православной церкви. Хоть я молюсь по-славянски, по-английски, на иврит, но, в принципе, я являюсь членом Иерусалимской церкви. И то, что я работаю также с паломниками, это поблагословение блаженящего патриарха Феофила. Так что, я могу сказать, что приняли мне в церкви так, как могут, так, как могли. Замечательно, в принципе. Делали все, что было необходимо. И со стороны Иерусалимской патриархии, и со стороны Русской духовной миссии. Нас венчали в Троицком соборе. Это было благословение владыка Елисея. Он сейчас митрополит Сурожский. Он был тогда начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме. И это было историческое событие, потому что отец Андроник из Русской зарубежной церкви служил в Русской миссии, в Московской патриархии. То есть, такого не было с момента. То есть, это было еще до официального объединения. Но, тем не менее, владыка Елисея благословил. И потом при отце Тихоне Зайцеве, он сейчас тоже епископ, он тогда был после него начальник, нам выделили тоже вот эти сертификаты о венчании, и благословили нас, и все. Так что, я не могу сказать, что нас не приняли, то есть, или что-то такое, или меня не приняли, или моих детей, или что-то такое. Мы, отношения действительно самые-самые лучшие, что могут быть и с греками, и с арабами, и с русскими. Рафаил, простите, что все-таки еще раз задам этот вопрос о вашей маме и папе. Как они к этому отнеслись? Мой отец ушел к Богу, когда мне было 18 лет. Я уверен, что, поскольку я за него молюсь, и он, наверное, сейчас истинно уже знает, что с ним все хорошо, все в порядке. Он был человек очень широким взглядом, верующий, сложный, но, тем не менее, он к христианам относился хорошо. С моей мамой было тяжеловато. Она ничего об этом не хотела знать. Но после того, когда мы женились с женой, конечно, более теплые отношения появились. И с рождения детей, ну, понимаете, она стала бабушкой, и уже, то есть, мы с ней общаемся, и все хорошо. Она растаяла, и с моими сестрами все нормально, как бы отношения были всегда хорошие. Они понимают, почему я крестился, хоть они сами не собираются это делать. Мы с ними встречаемся, когда бывают семейные праздники и так далее. То есть, я могу сказать, что, в принципе, вовсе все хорошо, все нормально. Слава Богу. У меня следующий вопрос. Если в 90-е годы в нашей стране крестили десятками и сотнями, безо всякой подготовки, я и сама крестилась так же, ну, время было такое, то сейчас пришли к тому, что нужна катехизация. Потому что получается, что вот Русь в результате крещена, но не просвещена. У вас было очень много препятствий к таинству крещения, препятствий вот чисто физических. Раз не складывается, два не складывается, потом вы чувствуете, что не готовы. Как человек, прошедший такой опыт, как все-таки вы с высоты уже прожитых лет полагаете, обязательно вот эта вот подготовка к крещению и потом таинство. Или мы сначала крестим человека, а потом его просвещаем при достаточно его решимости оставаться в церкви, а не занимать позицию, что вот меня приведут или принесут маленьким в церковь на крещение первый раз в жизни, а второй раз в жизни принесут уже отпевать. Я думаю, что этот вопрос, он такой же, как вопрос о крещении младенцев. Младенцы ведь тоже не проходят ни катехизации, они вообще не понимают, что с ним происходит, при этом их крестят. А если, например, родители не церковные, не верующие, даже не крещенные, желают крестить своего ребенка, значит мы отказываемся. Или мы катехизируем их, а если мы их катехизируем, как мы ребенка катехизируем. Мне кажется, что есть даже взрослые люди, которые, в принципе, находятся в состоянии младенцев, и препятствовать их крещению не надо. Конечно, катехизация – это хорошо, но опять есть опасность, что здесь будет некий такой легализм, если можно так выразиться по-русски, то есть законничество, законничество, что человек начнет думать, что это что-то такое умственно, что христианство – это некая абстрактная философия, это жизнь. Конечно, изначально крещение и оглашение – это был такой процесс, но для этого тот, который это делает, должен быть квалифицирован. Значит, если есть квалифицированное духовенство, которое действительно имеет высокую степень духовности, они могут это делать. Но если, к сожалению, священник замечательный, но он не умеет людей учить, то есть он служит, он дар и освящает, он даже что-то знает действительно о вере, учился, но с людьми не очень умеет, что значит, не должен крестить. То есть мне кажется, это вопрос очень сложный, потому что человек желательно, да, когда он принимает крещение, желательно, что он знал об этом. Но это знание тоже должно быть не знание от ума, а от сердца, это же то, что главное видеть, да. Так что я думаю, что здесь нужен какой-то баланс. То есть самое главное – это живой опыт с Господа нашего Иисуса Христа. Человек может креститься, ничего не разбираясь, вообще не поняв ничего, а вдруг через какой-то срок он поймет, что ему необходимо осваивать вот все эти традиции, принять тело Христово. Но с другой стороны, может быть, такой же человек крестился, и потом никогда в жизнь в храм не пойдет. Но это же выбор человека, он сам выбирает. А тут препятствует у людей. В этом деле, мне кажется, это опять, это мое личное мнение, я тут никого не являюсь представителем. Это просто, я говорю, от своего опыта. Если это оглашение является действительно в силе и в духе евангельским, это хорошо. Если это бывает в духе катехизиса, в модели там западной церкви, или православия, которое было под влияние западно-католическое, или протестантских вот всех этих книг с объяснениями про веру, это тогда, мне кажется, это нехорошее дело. Рафаил, огромное спасибо. У нас осталось буквально две минутки, последний вопрос. Вы очень много работаете с паломническими группами именно из России. Я пять лет назад, познакомившись с вами в качестве экскурсантки, была в полном восторге. Но это так, заметка на полях. А вопрос заключается в следующем. По вашим ощущениям, люди, которые приезжают на Святую Землю из России, все-таки они крещены и просвещены в основной массе, или только крещены? Бывают люди разные. Бывают люди церковные, которые серьезно относятся к богослужениям, к вере. Бывают люди, которые просто связаны с какими-то обстоятельствами. То, что храмы, например, огромные в некоторых городах, много людей туда ходят, у священников нет достаточно времени ими заниматься. Большинство людей нет у своего духовника. То есть они исповедуются, естественно, но как бы это у случайных священников, каждый раз у другого, это тоже хорошо. Но, в принципе, люди должны иметь и духовное руководство у человека опытного, который уже этот путь сделал, он уже этот путь прошел. Это одно из несчастья, мне кажется, современного мира. В общем, те люди, которые приезжают сюда в паломничество, могу сказать, что это соль земли российской. То есть эти люди, неважно, мало церковные, менее церковные, те, которые этот подвиг делают и приезжают все-таки в паломническую поездку, это и есть самые лучшие и чистые россияне. За них как бы будущее вообще страны российской, и будущее может быть даже и вообще нашей планеты. Я когда бываю в России, я внимательно смотрю на людей, на прохожих на улице и так далее, и вижу, что те люди, которые у меня в группах бывают, и те люди, которые являются основной массой, опять не говорю этого осуждения, просто объективно, это разные люди. Все-таки люди, которые христовы или на пути ко Христу, они другие. Рафаил, я вас сердечно благодарю. Дай Бог всего самого хорошего вам, вашей замечательной семье, которую мы, зная на расстоянии, уже, по-моему, все полюбили. Спасибо огромное, и будем продолжать наши беседы. Христос Воскресе! Воистину Воскресе! Уважаемые зрители, спасибо вам за внимание. Эфир телеканала «Союз» продолжается. Оставайтесь с нами сегодня и всегда.